Садхгуру, я прочитал, как вы ответили на один из вопросов, что даже медитация — это не главное. Я имею в виду, возможно, я что-то путаю. Например, Будда не так много медитировал, хотя его последователи, наоборот, проводили много времени в медитации. Я имею в виду, это всего лишь состояние блаженства. Я медитирую и испытываю большое наслаждение и восторг, и это ощущение остаётся со мной на протяжении всего дня. Достаточно ли этого для духовного пути? Это для меня не ясно. Этого достаточно, чтобы придать вам стимул. Экстаз — это всего лишь стимул. Если бы медитировать было больно, стали бы вы этим заниматься? Нет. Если вы ощущаете внутри себя блаженство и восторг, это лишь стимул, это не конечная цель. Испытывал ли Будда экстаз? Нет. Будда никогда не испытывал экстаза. Вы когда-нибудь видели, чтобы он танцевал? Он просто сидел вот так. Если я попрошу вас сесть так, вы будете сидеть? Нет. Вам нужен стимул. Так что эти приятные переживания внутри вас — это стимул. И прежде всего, если внутри вы испытываете блаженство, разве вы не становитесь лучше, как человек? Ведь так? Разве вы не становитесь замечательным человеком, когда вы счастливы? Вы становитесь неприятным человеком только когда вы несчастны, не так ли? Когда вы счастливы, вы становитесь замечательным человеком. И это истина для всех, не так ли? Порция блаженства утром, чтобы поддерживать вас в хорошем настроении. Имир становится прекраснее. Если бы все в Хайдрабаде начинали свое утро с блаженства, Хайдрабад стал бы прекрасным местом, не так ли? Но они начинают с напряжения, поэтому на деле картина иная. Так что экстаз — это не цель медитации, это просто стимул, чтобы вы продолжали, потому что иначе вы не будете двигаться дальше. Что такое медитация? Цель медитации? Если вы начнете медитировать, постепенно начнет происходить следующее. Ваше физическое тело будет здесь, ваш ум где-то там, вы где-то в совершенно другом месте. Как только эти три составляющие начинают существовать по отдельности, как только появляется расстояние между вами и вашим телом, как только появляется расстояние между вами и вашим умом, это и будет концом всех страданий. Вы сможете отодвинуть инстинкт самосохранения на второй план только когда исчезнет страх перед страданиями. Пока будет присутствовать страх перед страданиями, вы не сможете справиться с инстинктом самосохранения. Вы не духовны по собственной природе лишь потому, что слишком сильно полагаетесь на ваш инстинкт самосохранения. Он постоянно пытается сделать вас словно пузырьком, отгородить от остального мира. Он не желает ни с чем вступать во взаимодействие. Так что пока вы не усмирите свой инстинкт самосохранения, вы не сможете обрести духовность. Вы не сможете увидеть жизнь как единое целое. Вы всегда будете как нечто отдельное, словно в ловушке. Вы замечали в своей жизни, что когда вы счастливы, вы ослабляете свою защиту, не так ли? Когда вы несчастливы, вы с головой в обороне. Когда счастливы, защита немного ослабевает, не так ли? Когда вы очень счастливы, она исчезает полностью. Вы замечали это? Вот почему вы хотите быть счастливыми только в компании определенных людей. Потому что вы не знаете, как просто быть счастливыми. Вы все еще знаете, где нужно поставить жизнь на паузу, когда это необходимо. Вы хотите быть счастливыми только в окружении конкретных пяти людей, потому что вы думаете, что это единственная безопасная атмосфера для того, чтобы быть счастливым. Потому что вы всегда воспринимали счастье как состояние уязвимости. Представьте, что вы идете по улице и улыбаетесь всем подряд. Люди будут смотреть на вас вот так. Почему? Почему им сложно улыбнуться в ответ? Что они потеряют? Они думают, если я улыбнусь, то он сможет меня использовать. Что он вам сделает? Если он попытается вытащить ваш кошелек, вы сможете его остановить. Пусть даже вам улыбнется карманник. Почему вам трудно улыбнуться в ответ? В чем проблема? Просто попробуйте это сегодня. Выйдите на улицу и начните улыбаться. Люди будут смотреть на вас вот так. Они будут удивлены. Кто-то делает их уязвимыми перед жизнью. На улице все хотят быть неприступными. А жить только когда окажутся дома. Так не бывает. Через некоторое время вы и дома станете, словно камень. Если вы хотите быть живыми, вы должны везде в этом упражняться. Не так ли? Итак, медитация создает расстояние между вами и вашим физическим телом, между вами и вашим умом. Любое страдание в жизни человека приходит либо через тело, либо через ум. Вы знаете какие-то другие виды страданий? Есть только два вида страданий, не так ли? Как только вы создадите дистанцию с телом и умом, это станет концом страданий. Вы будете готовы следовать другие измерения жизни, только когда страх перед страданиями исчезнет из вашей жизни. Иначе, что бы я вам ни говорил, вы будете искать только безопасность.